Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами смастерим одного из смешариков. Отгадайте, кого? Румяные щечки, нос пятачком и маленький хвостик крючком. И это совсем не Хрюша, а прекрасная... Конечно, это Нюша! Для работы нам потребуются акриловые нитки для вязания розового и малинового цветов, приспособление для изготовления помпонов двух видов, пластиковая крышка прямоугольной формы, небольшие кусочки красного, розового, белого фетра, синильная проволока, глазки, горячий пистолет, ножницы, трафареты ушек и простой карандаш. Берем приспособление для изготовления помпонов и нитки розового цвета. Делаем помпон так же, как для кроша. Наматываем нити плотно на обе стороны приспособления. Важно, чтобы ниточки лежали рядом друг с другом. Все лишние нитки подрезаем. И у нас получился розовый шар. Из розового фетра вырезаем ушки для нюши. Можно использовать шаблоны, а можно просто нарисовать карандашом на фетре два треугольника и вырезать. Нарисовать ушки лучше попросить взрослых. Берем синильную проволоку, разрезаем ее пополам. Одну из частей оставляем целой, а вторую делим еще раз пополам. Делаем лапки для нюши. Две короткие части складываем в виде капельки, а длинную часть проволоки сгибаем в виде сердечка. Берем еще одну синильную проволоку, скручиваем в виде спиральки, делаем невысокий цилиндр-пятачок. Оставшуюся часть проволоки отрезаем ножницами. Из розового фетра вырезаем две ноздри и приклеиваем их к пятачку нюши. Здесь потребуется помощь взрослых, так как детали очень мелкие. Из белого фетра вырезаем цветок украшения для нюши. Можно вырезать один побольше, а другой поменьше. Маленький приклеить в середину большого. Берем второе приспособление для изготовления помпонов и нити малинового цвета. Будем делать прическу нюши. Такое приспособление можно заменить обычным плотным картоном. Наматываем нитки на приспособление. В центре завязываем их на узел. Теперь будем делать хвостик-косичку нюши. Берем пластиковую крышку. Ее ширина примерно должна быть равна длине хвостика нюши. Крышку можно заменить плотным картоном. Наматываем нитки малинового цвета на крышку. С одной стороны плотно связываем все их точки. Аккуратно снимаем с крышки. Разрезаем ножницами с противоположной стороны от узелка и привязываем косичку к волосам нюши в центре детали. Привязываем плотно, чтобы она не болталась. Теперь нужно заплести косичку. Делим ниточки на три равные части и поочередно переплетаем правую и левую пряди косички с центральной прядкой. В конце завязываем плотный узелок. Можно использовать для этого дополнительную ниточку. Торчащие нити обрезаем и приклеиваем цветочек украшения при помощи горячего пистолета. Здесь потребуется помощь взрослых. Или можно заменить горячий пистолет на другой универсальный клей. Из красного фетра вырезаем ротик. Деталь мелкая, поэтому лучше попросить помощь взрослых. Все детали для подделки мы приготовили. Теперь будем их склеивать. Если вы будете использовать горячий пистолет, то не забываем про технику безопасности. Работаем только при помощи взрослых. Или же можно применить другой универсальный клей. К нижней части шара приклеиваем двойные лапки. Поочередно с правой и с левой сторон шара приклеиваем лапки-капельки. К верхней части шара приклеиваем волосы и ушки. Приклеиваем два глазика Нюши. Ниже глаз приклеиваем пятачок. Осталось приклеить только ротик. Вот и готова наша Нюша, подружка для Кроша. До новых встреч, ребята! До свидания!